Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Номер 7, урок 27. Объясни решение о примерах, записанных в столбик, а затем, используя полученный результат, устно найди ответы остальных примеров. Сначала мы складываем единицы, 4 и 9. Получаем 13. 3 записываем в единицы, а 1 десяток запоминаем. Складываем десятки. 3 плюс 8. Получаем 11 и плюс 1 десяток, что запоминали. 12. 2 записываем. А 1, то есть 1 сотню, мы запоминаем. Складываем сотни. 5 плюс 2 будет 7. 7 да плюс, что 1 запоминали, получаем 8. 8 записываем в сотню. Получили 823. А теперь решаем следующие примеры, используя данный ответ. 535 увеличили на 1, прибавить 289. Такое же второе слагаемое. Получается наша сумма на 1 больше, 824. 534. Первое слагаемое одинаковое. Зато второе слагаемое на 1 меньше. Значит, и сумма будет на 1 меньше. Не 823, а 822. 535. 535 увеличили. Увеличили первое слагаемое на 1. 289. 289 и 288 уменьшили на 1. 1 увеличили на 1, второе уменьшили на 1. Результат, поэтому, не изменится. Он будет 823. 537. Увеличили результат на 3 первого слагаемого. А 289 оставили таким же. Значит, и сумма увеличится на 3. Будет не 823, а 826. 534 прибавить 389. 534. Первое слагаемое не изменились. Зато второе слагаемое увеличилось на 100. Значит, и сумма увеличится на 100. Будет не 823, а 923. 823. Это наша сумма. Отняли 534. Первое слагаемое. Получим второе слагаемое. Так как мы знаем правило, что если от суммы отнять первое слагаемое, то получится второе слагаемое. Переходим ко второму разделу таблицы. 715 минус 67. Вычитаем единицы. 5 меньше 7. Поэтому занимаем 10 единиц из десятка. Тогда 15 минус 7 будет 8. Записываем 8 в единицы. Вычитаем десятки. 1 минус 1, так как мы занимали. Десятков у нас 0. 0 меньше 6. Поэтому занимаем 10 десятков из сотен. Тогда 10 минус 6 получается 4. Записываем 4 в десятке. Вычитаем сотни. Вычитаем сотни. 7 минус 1, так как мы одну сотню занимали. Получается 6. Записываем 6 в сотне. Итог 648. А теперь при помощи этого примера находим значения следующих выражений. 715 минус 68. Что изменилось? Верно. Увеличилось вычитаемое. Оно увеличилось на 1. Поэтому можем сделать вывод, что и наша разность уменьшится на 1, так как вычитаемое увеличилось на 1. Посмотрим на второй пример. Уменьшаемое увеличилось на 1, а вычитаемое осталось таким же. Сумма при этом увеличится на 1, так как увеличилось уменьшаемое. 716, увеличенное на 1 уменьшаемое, минус 68 и увеличенное на 1 вычитаемое. В результате наша сумма просто не изменится. Увеличили это на 1, увеличили это на 1. Разность, извините, не сумма, разность останется такой же. 815 отнять 67. 815 отличается от 715 тем, что оно больше на 100. То есть уменьшаемое у нас увеличилось на 100. А вычитаемое осталось таким же. При увеличении уменьшаемого наша разность увеличивается настолько же. Уменьшается настолько же. Было 715. Верно, увеличивается на 748. 715 отнять 167. Получается, что уменьшаемое осталось таким же. А вычитаемое увеличилось на 100. При этом наша разность уменьшится на 100. Существует правило. Насколько у нас увеличивается вычитаемое, настолько у нас уменьшается разность. Если же у нас уменьшается уменьшаемое, то получается, что и разность у нас увеличивается. 648 это наша разность. Если мы к 648 прибавим 67, наша вычитаемое, то мы получим уменьшаемое 715. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok